Совсем недавно ITpedia, менее известный как Алексей Шевцов, выпустил на своем YouTube-канале обзор на PlayStation VR 2. И это первый обзор на технику за последний год. Причины этого всем известны, обсуждать мы это прямо с вами сейчас не будем, конечно же. Но гораздо важнее то, что за этот год он разучился делать обзоры. В принципе, и раньше к его обзорам были проблемы, хотя я ни в коем случае его не буду хейтить. В этот раз, да и вообще каждый раз, мне некоторые обзоры нравились, многие смотрел, даже, наверное, большинство. Поэтому сейчас просто я постараюсь донести вам, в чем он ошибся, в чем был неправ, и в чем, возможно, даже слукавил. Или, проще говоря, солгал. Приветствую вас, дамы и господа, на обзоре очередного пылесборника. Сильное заявление. Да, я тоже являюсь счастливым обладателем HTC Vive Cosmos, и я не скажу, что это был пылесборник. Конечно же, я продал после того, как прошел все интересующие меня игры, но помимо Half-Life Alyx, там просто десятки и сотни проектов, которые реально интересны. И если ты человек, который занимается, собственно, обзорами игр и разбирается в игровой индустрии, то ты должен об этом знать и хотя бы как-то интересоваться этим. Думаю, по количеству пыли на этих лензах вы можете примерно представить, сколько раз я им пользовался после того, как поиграл в Half-Life Alyx. То есть, человек явно не интересуется всей этой индустрией, и ему абсолютно не интересен VR. В Half-Life Alyx примерно ноль. В ролике обзоре про Half-Life я предположил, что вот Valve вписались в эту VR-индустрию, выпустили такой мощный и действительно качественный проект. Сейчас другие крутейшие компании, издатели тоже начнут массово выпускать качественные, крутые, дорогостоящие VR-индустрии. Вот, наверное, здесь нужно немного аналитики. 2022 год, сейчас у вас появится, наверное, скриншотик, VR-рынок, то есть весь рынок VR-игр составил 1,84 миллиарда долларов. И тут же сразу вам второй скриншотик. Всего игр было продано мобильной платформой, консоли, ПК на 184 миллиарда долларов. То есть VR-рынок это 1%, 1%. Очевидно, что в него сейчас не будет никто вписываться, его нужно продвигать большим крупным компаниям, а не вот этим вот всем. Но большие крупные компании не будут его продвигать, потому что там нет денег. Соответственно, это такой, прыщи не дают, не дают прыщи, и вот это стандартный замкнутый круг. Но как-то не очень с этим делом пошло, однако нельзя сказать, что на VR-ре не во что играть, это будет абсолютным лукавством, потому что огромное количество самых разных инди-студий делает очень много проектов, и в том числе мультиплеерных, и достаточно качественных. Но в подавляющем своем большинстве это инди-студии, которые обслуживают некую нишу игроков. Которые просто берут и делают игры, и в большей части толкают эти самые. Выходят иногда проекты от крупных студий, но в большинстве случаев это реально инди-студии, просто потому что рынок для больших компаний слишком маленький, а для инди-студий в самый раз. Все логично. Крупные компании этим почему-то заниматься не хотят. И я считаю, что если вы фанат VR-гейминга, то для вас наступил настоящий праздник, даже если вы не имеете PlayStation 5. Потому что когда такая мощная компания, как Sony, вписывается за эту индустрию, это хороший сигнал. Компания Sony очень любит деньги. Там работает огромная масса менеджеров, аналитиков, риск-менеджеров, маркетологов, и они бы не стали вкладываться в то, что не принесет им много денег. Значит, в этой индустрии будет какой-то... То есть, ты хочешь сказать, что крупные компании и аналитики крупных компаний никогда не ошибаются? Никто ни разу не обсирался из них, да? Из крупных компаний. Очередной раз сильное заявление. Проверять мы, конечно, не будем. Поэтому очевидно, что это подстегнет и новых издателей, и новых разработчиков, и, в принципе, VR-индустрия чуть-чуть будет шевелиться. Эта компания не будет инвестирует какую-то авантюру. Например, в портативные консоли... Куча игр выходит на PlayStation VR. Вот, буквально в этом месяце выходят две довольно крупные игры. Одна из них будет эксклюзивом PlayStation VR, другая выходит на большинство шлемов. И это нормально будет как и мультиплеерные игры, то есть мультиплатформенные, так и основные игры, эксклюзивы, как и положено для Sony. Но шевелился VR-рынок и до выхода PlayStation VR 2. Потому что рынок VR, по сути, не занят, а рынок портативок довольно-таки плотненький. Там одна Nintendo просто рвет всех, и Steam Deck... Да, но нет. Кстати, вдумайтесь, первый PlayStation VR вышел в 2016 году, а это 6 лет назад. Я до сих пор помню, как я делал видео про него. 6 лет, обалдеть. Лично для меня крайне противоречивый продукт. С одной стороны, это был дешевый пропуск... Давайте-ка сразу. Шлем стоил тогда примерно как и консоль. 400 евро. Мы говорим про европейский регион, Россия к нему относится, поэтому это 400 евро. Но к нему, то есть вместе со шлемом не было ничего. То есть вот такая штука и все. Вместе со шлемом нужно было докупить еще два геймпада. Это обязательно, если вы хотели играть. И камеру обязательно нужна была камера. Итого все плюс-минус стоило 550-600 евро. Сколько стоит этот шлем? 600 евро! И он типа дорогой, а тот был дешевый. Отличное заявление. Объемный игровой мир. Какие он тебе дает эмоции и так далее. Но тогда он уступал своим конкурентам. И очень сильно уступал. Доступный, простой в использовании. Простой в использовании? Снова. Я, наверное, слишком часто останавливаю. Но серьезно, простой в использовании? Вот схема подключения PlayStation VR 1 к консоли. И это такая череда просто проводов на громождение. Отдельный блок. Это просто кошмар был, чтобы просто подключить. И когда вы доставали шлем, например, с полки, то вам нужно было все это подключать. Ну не прям все, но большую часть этих проводов нужно было подключать. Поэтому не получалось просто взять, войти там на 15 минут и поиграться. Нет, это было сложно. Тогда он стоил около 600 долларов. И что забавно, прошло 6 лет. Инфляция, подорожание и так далее. Нынешний VR стоит столько же. Да, рекомендованная цена около 500 долларов. Но по этой цене его нигде нельзя пока что купить. Я купил за 600 с чем-то. В России плюс-минус 50-60. Относительно всего рынка VR-шлемов. Нынешний PlayStation VR 2 куда более выигрышная модель, чем PlayStation VR 1. Да, по сути, именно по технологичности он находится на втором, но максимум на третьем месте среди всех более-менее популярных шлемов. Вот эта штука за свои 600 евро очень и очень технологичная. Такую картинку у аналогичных устройств вы не получите. И распаковки вы уже везде, наверное, видели, но у меня новые не видели. Да, у меня тоже видели. У меня бандал издания, сразу игра была в комплекте, но, к сожалению, не диск, а просто бумажечка с кодом. Ну, это нормально. Вау, Sony впервые положили нормальные наушники. Нормальные наушники, господи. Сразу видно, что человек не пользовался этими наушниками, потому что качество звука примерно на уровне бюджетной серии MDR-EX от тех же Sonic, если мы сравниваем. Это абсолютно самые простецкие наушники, которые только можно представить. И да, вы с ними можете нормально, спокойно играть, но гораздо лучше подключить что-то более стоящее, чтобы ощутить прям этот звук. Не стыдно? USB-C кабель для зарядки контроллера... Не стыдно. Один USB-C кабель для зарядки двух контроллеров. Тогда надо было докупать либо PlayStation Move, либо играть на геймпаде. И забегая наперед, на этом PlayStation VR втором на геймпаде играть почему-то нельзя. А есть немало игр... В смысле? Не было бы играть на... Геймпадов в Gran Turismo 7 не поиграть. Поэтому на PlayStation VR 2 можно играть с геймпадом. Опять же, человек просто не разобрался. Как вы поняли, контроллеры работают на аккумуляторе. Господи, я когда к логопеду ходил, там не было таких сложных заданий. Контроллеры работают на аккумуляторе. И я изначально подумал, что это крутой плюс. Потому что на моем Vive Cosmos меня изрядно задолбало постоянно менять батареечки. Ужас, да. Причем задолбало, наверное, в первые два дня, и я купил аккумулятор. Чего? В первые два дня? То есть, человека задолбало в первые два дня? То есть, он поменял, ну, я даже не знаю, один раз? Сколько часов вообще нужно было играть? Обычные батарейки средней цены работают по паре недель, если играть, ну, два часа в день. А его замена батареек задолбало в первые два дня. Возможно, оговорился. Не знаю, ладно. Аккумуляторные батарейки – это крутое решение. Давайте я объясню вам. Аккумуляторные батарейки стоят довольно приличных денег, да? И для того, чтобы поставить батарейки в контроллеры, их там, по-моему, три, нужно купить четыре комплекта. То есть, два у вас в геймпаде, два комплекта на зарядке. Соответственно, когда вы сразу, чтобы поменять, у вас те назарядки, эти в геймпаде взяли, поменяли, тебе вставили туда. Плюс к ним нужно докупить базу, которая всё это заряжает. Это очень дорого. ...себя окупает, оно гораздо удобнее и экологичнее. Окупает, нет. Не думаю, что хоть кому-то есть дело до последнего пункта, но тем не менее. И вроде как здорово, что у Sony есть аккумуляторы, но проблема в том, что они несменные. И кучу раз ты играешь, у тебя разрешается один контроллер. Так, если вы смотрели обзор IT-педии на Xbox, то он там хитил. Вот этот самый контроллер за то, что здесь батарейки. И их нужно менять. Теперь мы видим ровно обратную схему. То есть он там хвалил, очень нахваливал геймпад DualSense. Сейчас всё с точностью, да наоборот. И в этом нет вообще никакой проблемы. Аккумулятор это хорошо. Ты просто прерываешь игру, чтобы их зарядить. А в Vive Cosmos я просто менял аккумуляторную батарейку и сразу же шёл играть. Здесь это прям бес... Представьте, вы играете и всё, и вы не можете играть. Представьте, вы там выделили себе время пару часов поиграть, приходите, значит, домой, а у вас просто аккумуляторы разряжены на контроллерах, и вы ничего не можете сделать. А ещё, вы либо докупаете док-станцию Sony для зарядки двух контроллеров одновременно, либо вам нужно две USB-C зарядки с адаптерами. Нет. Когда вы играете, а если вы играете, то вы, выходя из игры, видите, сколько заряда у вас осталось. Если там, например, одна полосочка, или если вы прям максимально педантичный, то две полосочки, вы берёте и ставите геймпады на зарядку. А простой лайфхак. У вас один кабель был вместе с консолью. USB-A, USB-C. Соответственно, вы его вставляете прямо вот сюда, в геймпад, и USB-A вставляете в заднюю часть консоли. И второй кабель у вас был, собственно, непосредственно PlayStation VR 2. И вы также берёте и во второй контроллер вставляете этот кабель. Сзади у PlayStation 5 есть два разъёма USB Type-A. И всё, никаких проблем. Вы заряжаете просто эти контроллеры, а консоль ставите на спящий режим. И у вас всегда заряжены контроллеры. И они разряжаются не то, чтобы и часто. То есть, если играть по часу в день, а дольше реально сложно, то, в принципе, вам хватит их на неделю такой игры. Может быть, ну дней на пять точно. Поэтому это не проблема. И вот лайфхак. Вот здесь уместен мемас с Хабби Леймом. Типа... Поэтому было бы лучше, если бы они вставили батарейки, которые потом, напомню, можно было бы... Они были бы тяжелее. Да, тут же ещё проблема в чём. На DualSense можно играть во время зарядки. Здесь-то нельзя. Давайте к недостаткам. Контроллеры мне не очень удобны из-за своей вот этой округлой формы. Да, это выглядит прикольно, но это не только часть дизайна. Это сделано для того, чтобы контроллер отслеживал твои пальцы. Но из-за того, что рукоятка находится внутри, грубо говоря, этого круга, и ты, когда надеваешь шлем, ты не знаешь, как правильно надеть. Ты можешь вот так всунуть руку. Ты можешь вот так всунуть руку. Ты не знаешь, как правильно надеть. С этим всё окей. И здесь же он включает камеру и показывает экран, где видно, как надеть. Ни разу не испытывал на самом-то деле такой проблемы. Здесь всё абсолютно интуитивно. Нужно вставить руку в ремешок, и всё, они у тебя болтаются. Вот таким образом. Дальше ты вставляешь шлем, включаешь камеру и просто делаешь вот так. Всё. Больше вам ничего не нужно. Тут невозможно промахнуться. Его невозможно взять вот таким вот образом, потому что у вас просто рука туда не пролезет. Ты по-любому, если зацепил ремешок, ты по-любому возьмёшь геймпад так, как нужно. И тем более у вас через камеру видно, как брать этот геймпад. Так, всунуть руку. Ты можешь перепутать контроллер и в левый брать правый. Тем более невозможно так сделать в левый брать правый, если ты включаешь камеры. То есть, это может быть в первые два часа. Например, когда ты ещё не разобрался, как включать камеру, как, в принципе, нащупать геймпады. В первые два часа? Окей. И, судя по всему, дальше вы поймёте, что он больше двух часов-то в шлеме не провёл. В правый брать левый. И вот даже сейчас я это сделал. Как? Случайно вышло? В них неудобно залазить. Конечно. Но давайте сразу к плюсу. Вот здесь снизу есть кнопка, которая тебя выводит из игры и включает тебе камеру. Вот эти штуки. Они начинают работать и транслируют тебе, что тут находится рядом. Качество этой камеры существенно лучше, чем в Вайв Космосе. И да, и нет. Да, качество камеры существенно лучше. Там мегапикселей прям нормально так больше. Но толку от этого нет. Вы можете увидеть контуры, вы можете увидеть, что вот здесь лежит телефон, вот здесь стоит телевизор. Ну, собственно, на экране у него сейчас всё видно. И я в обзоре вам также это показывал. То есть вы не увидите информацию, которая у вас на телефоне. Например, то есть что на Вайв Космос вы увидели контуры, что здесь вы видите эти контуры. СМС-ку не прочитать, что-то прям на письмо не ответить. Всё. Поэтому вот это растущее качество абсолютно бесполезно. Она очень качественная по сравнению с ним. Хотя у них у всех с этим есть проблемы. Ну, а сейчас минутка спонсора видео. Понятно. Благородный, качественный, пластиковый корпус. Всего этого я не могу сказать про PlayStation VR 2. Конструкция... Здесь нормальный пластик, который сильно лучше, чем был у первой версии. Прям намного лучше. Достаточно хлюпенько, пластик достаточно дешёвенький. Мне есть чем сравнить. В руках Вайв Космос ощущается более благородным устройством. Я объясню, почему. Вайв Космос на 100 грамм тяжелее. Когда эта бандура висит у вас на башке, 100 грамм это огромнейшая разница. Вайв Космос, по-моему, 650 грамм весил, а PlayStation VR 2 550. И это очень сильно ощущается, поверьте мне. Здесь плотнее пластик, он более гибкий, пластичный. Это важно. Следующее замечание. Новая модель повторяет фатальную ошибку первой модели. Вот этот блок с линзами, он не поднимается, он только отодвигается. И это, поверьте мне на слово, гигантская проблема, которая вас будет... Не верьте ему. ...все время, что вы будете им пользоваться. Итак, смоделируйте ситуацию. Вы надеваете шлем, вам кто-то написал, кто-то зашёл в комнату или ещё что-то произошло, и вам надо шлем снять. Так. Ты его можешь только отодвинуть. Ты его не можешь поднять наверх и посмотреть, кто... Здесь опять будет уместен мемаз с Хаббилеймом. Вот я надеваю шлем. И вот мне нужно его снять. Вот так нужно снова делать. Ещё раз. Давайте я вам покажу. Вот шлем надет. Вот я играю. Вот всё как бы в порядке. Мне нужно его снять. Ну, как бы претензия необоснованная и очень странная. Смотреть, кто тебе написал, кто зашёл. Ты ничего не видишь, потому что здесь есть эта гармошка. Вот эта гармошка, она плотно прилегает к лицу. Вот про эту гармошку, я надеюсь, он скажет об этом дальше. Вот эта гармошка, она ужасна в том плане, что она резиновая. У первой версии она была тканевая. И да, она была всё время мокрая, она всё время воняла, но вы не потели. Вот под этой резинкой просто истекаете потом. Из-под низа ничего не сможешь заметить. В это же время на HTC Vive его можно просто поднять и делать всё, что тебе надо. На PlayStation этого нет. И это очень бесит. Очень. Нет. Поверьте. Вообще не верьте. Если к нему по части дизайна у меня практически нет, он выглядит свежо, он выглядит современно, но он не выглядит революционно, так же, как выглядел PlayStation VR 1, который своим дизайном опережал время. Этот шлем находится в духе времени. Да, я бы хотел сказать, что он сделан в духе PlayStation 5, но для этого ему не хватает лёгких, приятных, голубовато-синих оттенков, теней, подсветки, называйте как угодно. Она бы прекрасно вместилась куда-то сюда, но они почему-то этого не хотели. Почему консоль красивая? Потому что, когда вы играете, вы всё время на неё смотрите, у вас визуальный контакт, вы обращаете на неё внимание, она стоит на полочке, она классная. Шлем, как правило, стоит где-то глубоко в шкафу, и вы его не видите. Вы его достали, надели на себя, и вы снова его не видите. Ему не нужна красота. Он должен быть лёгкий, практичный, не собирающий пыль пластик, и всё в том духе, он должен быть просто практичный. Красота здесь, ну, вообще не упала. И первый шлем была просто какая-то квадратная маска, здесь хоть какой-то дизайн. Притом я уверен, что в их лабораториях, ну, в лабораториях Sony, было масса прототипов с крутыми подсветками, но почему-то они сделали вот только такую маленькую. Почему-то? Снова человек, который не разобрался или даже не пытался разбираться. В первой версии, я приложу картиночку, там были такие светодиоды, это всё светилось, да, это выглядело прям космически, как будто какой-то космический шаттл, но это нужно было ровно для одного. Это, опять же, не дизайна ради. С помощью этих светящихся штук, как, собственно, и на DualSense, на DualShock'е тогдашнем, с помощью этих светящихся штук камера отслеживала положение шлема. Теперь всё это не нужно, потому что шлем никто не отслеживает. Он имеет 4 камеры и отслеживает себя сам. Поэтому никакие свистоперделки и светящаяся хрень не нужна. А, вот он покажет его. Он был крут этой подсветкой. Ты как робокоп, ты как, ну, как будто что-то футуристичное надел. Здесь, увы, этого нет. Зато он более энергоэффективный и будет меньше мотать на свет. В Европе это актуально. Снизить его цену помогло то, что комплектация заметно схуднула, но это плюс, потому что сейчас нет PlayStation камеры. Ох, давайте я повторю. У PlayStation VR 1 не было в комплекте геймпадов. Самого важного и нужного. Без геймпадов эта штука была абсолютно бесполезная. Здесь они есть. То, что в комплекте у PlayStation VR 1 был блок, было просто тонна проводов. Это всё было обусловлено тем, что PlayStation VR 1 было сложно подключать. Здесь у вас один USB-C и всё. То есть, всё нужное здесь есть. Кроме игр. Нет PlayStation камеры, потому что она не нужна. Больше не нужен огромный вычислительный блок. Ну, вообще она нужна, если вы хотите себя снимать со стороны. Вот для чего нужна PlayStation VR камера. ... около трёх толстенных проводов, только один провод. Он стал гораздо практичнее и удобнее. Да, отмечу то же, что и отметили абсолютно все блогеры, потому что это действительно сделано достойно, качественно, по красоте, как говорится. Настройка PlayStation VR'а выглядит фантастически просто, легко и даже интересно. Качественный, приятный и понятный интерфейс. Настройка очень быстро. Она занимает... То, что Sony умеет делать. ... две с половиной. Шлем работает по одному проводу. Вы его втыкаете в переднюю часть консоли. И для того, чтобы в любой момент им начать пользоваться, вы просто нажимаете кнопку включения. Всё. Это всё? И это первое, что вы скажете, сразу же зайдя в PlayStation Store с вашего новенького PlayStation VR 2. Игр достаточно мало и... Для старта игр достаточно много. По большей части, конечно, это всё мультиплатформа, но игры закрывают вообще все потребности. Шутеры, гонки, экшены. Есть вообще всё. ... мало и они очень дорогие. Нет, по факту здесь штук 50 игр. И вроде как для запуска неплохо. Но какие-то из этих игр, например, вот такие. Да, пара десятков таких игр реально есть. Но никто не заставляет их покупать. Игра такого уровня. Ну вот примерно. Ну вот попробуйте ты гдаться. Охуеть. 30 долларов. Просто человек привёл в пример самую худшую игру из списка. На самом-то деле большинство игр там стоят 30 долларов. Как хорошие, так и плохие. Тот же Павлов. Тот же, ну не знаю, No Man's Sky стоит 30 долларов. США. Да, не сингапурских, канадских. Это ненормальная цена. И слава богу, у этой игры хотя бы есть демоверсия. У 95% этих игр демоверсии нет. И ты просто покупаешь кота в мешке. Игры такого... 95% игр. Опять же, вот пример человека, который не ходил по библиотеке вообще. Примерно 40% из всей этой кучи игр, которые сейчас есть, имеют демоверсии. Причём у всех игр, которые вам реально захочется купить, есть демоверсии. Те, которые прям нужно обходить стороной, у них демок и нет. Тот же Horizon, у него есть демоверсия. Star Wars, у него есть демоверсия. В общем, все нужные интересные игры с демоверсиями. Бесплатными вообще. Вообще, если честно, это настоящее скотство, что в PlayStation Store нельзя возвращать деньги за игры так же просто, как в Steam. Вообще-то можно. В PlayStation Store можно возвращать деньги. Как в Steam. Кстати, Павлов, это хоть и старая, но одна из лучших VR-игр в своём жанре. В PlayStation Store она стоит 21 доллар, в Steam она стоит 8. Нет, я не удивляюсь... В Steam она продаётся уже просто тысячу лет, а на PlayStation VR это, по сути, сейчас единственный адекватный шутер. И я в Павлов наиграл уже прям именно на PlayStation VR 2 целую кучу времени. Можете опять же, загляните в мой обзор. Игрушка выше. Класс, все эти перезарядки просто шикарные. В первые дни в неё невозможно было играть, потому что там в онлайне никто ещё не разобрался. Кто-то первый раз заходит в этот VR-шлем и просто не понимает, как перезаряжаться и всё прочее. В онлайне творился прям настоящий тот самый карнавал. Сейчас можно спокойно играться, всё прям классно. Залетайте. Да, как и далеко не все из них проходятся до конца. Как будто все обычные игры проходятся до конца. Зацените статистику, и большинство игр не проходится до конца. Всё более-менее понятно. Давайте немножечко поговорим про игры. И начнём мы с главного блокбастера, систем-селлера, флагмана Horizon ZofGore, Call of the Mountains. Да, сразу отвечая на вопрос, вы можете в PlayStation VR играть во все другие игры PlayStation, но они будут просто доступны в режиме кинотеатра. То есть будет просто плоский экран. 100-дюймовый экран. И вам тратироваться будет сюда в шлем. Выглядит неплохо. К большому сожалению, компания Sony, можно лишь только предположить, каким причинам, не добавил обратную совместимость с PlayStation VR 1. Тут ровно так же, как и с переходом с PlayStation 4 на PlayStation 5. Опять же, если бы человек следил за новостями, он бы это знал. Например, есть игра After the Fall, и на неё обновление с PlayStation VR 1 версии до PlayStation VR 2 обновление абсолютно бесплатное. Тут каждый производитель игры принимает решение сам, поэтому... ...игры, которые у вас были с прошлого шлема, на этом идти не будут. Опа, опа, кстати, смотрите. Я ничего не делаю. Мои руки не двигаются. При этом я двигаю меню. Магия, правда? Это то самое фирменное слежение глазами. Шлем третчит направление твоих глаз, и он это делает очень чётко. Да, по дефолтным настройкам камера поворачивается вот так. Он это делает очень чётко, но делает это очень редко. И по поводу поворота камеры. То есть, очень дёрганно, не плавно, потому что если она будет поворачивать плавно, большая часть игроков, особенно неопытных, она просто... Можно и лучше вот этой функции не пользоваться. Вы не ходите. Вы стоите на месте и можете ходить джойстиком. Это окей. А вот поворот головы это то, ради чего стоит вообще купить VR, и не нужно делать это джойстиком. Вы можете сами крутить головой и в том числе разворачиваться. Поэтому, зачем использовать эту функцию, мне непонятно. Возможно, кто-то ещё так делает, но не сделайте так. Это убивает просто всё нахождение в игре на корню. В этот же момент. Поэтому пока что только вот так. Вообще, к этому можно привыкнуть. То есть, от VR-а тошнит у некоторых людей первое время, но потом, теоретически, они к этому привыкают. Знаете, смотришь на всё это, на эту природу, водопады, на эту жильность, зелень, и ты понимаешь, что изначально разработчики, когда делали игру Horizon, Hobbit and West и Zero Dawn, они хотели дать пользователю именно этот экспириенс, который в итоге даёт ему VR-погружение, вообще не сопоставимое с обыкновенной игрой. Вот эта конструкция контроллеров создана для того, чтобы третчить ваши пальцы, и к большому сожалению, оно третчит, вот вы собственно сами видите, не очень. Собственно, снова человек не разобрался. Это абсолютно первая минута, когда ему дали управление, полностью выпустили «Свободный мир», и да, факт вы показать не можете, просто потому, что здесь давление на вот эту часть вылавливает три пальца, то есть вы надавливаете, неважно, сколько у вас будет пальцев, вы на неё надавливаете, у вас три пальца. На курок нажимаете, у вас четвёртый палец задействуется, и вот здесь, собственно, при нажатии на верхнюю панельку задействуется пятый палец, то есть цель указать, ещё что-то сделать, вы можете, вы можете либо зажать три пальца, либо расслабить ладонь, либо зажать один палец, либо зажать два пальца. Это всё работает, но с этим нужно разобраться. Человек просто не разобрался. Почему ты не показываешь один, покажи один палец? Да не может он показать один палец. Это нецензурно. Вау! Вау! Я сейчас, кажется, сейчас я могу ступить, да? Человек ни разу не играл в гарп. Ну, это прикольный аттракцион. Знаете, вы себе позовёте гостей, и они будут в восторге от этого, но давайте я буду честнее. Оно достаточно быстро приедается. Отлично. Я попал. Так. Авто-аим тут жёстко промахнуться очень сложно. Игра с луком, оружие, пистолеты, вот это всё, это вообще самое топовое, что может быть в VR. То, что тебя максимально погружает, даёт максимальное количество удовольствия. Я так кайфовал в Half-Life Alyx, когда ты и вот так там за стенкой прячешься. Там как-то перестреливаешься, падаешь, нагибаешься. Вот это прикольно. Что по поводу графона? Ну, вот знаете, если сравнивать с 2016 годом с PlayStation VR 1, то здесь не просто революция, здесь совершенно другая цивилизация. Потому что достаточно посмотреть геймплей Club Drive'а, по-моему, игры. Club Drive'а. Он обзорщик? Игр? Drive Club'а. Игра называется? Drive Club'а. Это гонки. И они выглядели на консоли отлично, но в VR'е выглядели ужасно. Да, хорошо, что хотя бы вспомнил, но Drive Club. мыльное месиво с огромными пикселями, как в Minecraft'е кубики. Да. Это был первый проект, по сути. Но не очень навязчивый. Да, в целом, картинка приятная, но очевидно. Есть куда расти. Не смотреть вниз. Ах, страшно. У меня сейчас претензия, персонаж, он, он, он такой легкий, посмотрите, что можно делать, как бы, а где его вес? Он как будто весит пару грамм, ну, серьезно. Вот это прикольно. Ты отрагиваешься до уступа, смотрите, с него аж пыль какая-то сдувается, и ты опускаешь руку, и, посмотрите, у вас на ладони эта пыль какая-то белая. Опа, видите? Вообще, в принципе, оригинальная игра, Horizon Zero Dawn, For Biden West, это одна из самых проработанных, детализированных и графонистых игр, которые вообще есть. Коротко выскажу свое мнение. Так, про проваливающиеся пальцы он, конечно же, ничего не сказал, и в игре есть баги, в игре есть очень много багов. Бывайте, когда вы просто не можете куда-то пройти, а бывайте, когда вы застреваете, а застряв, например, в бою, вам придется этот бой проходить заново, и это проблема, это большая проблема. По флагманской игре PlayStation VR 2, понимаете, в чем проблема? На YouTube сейчас нежелательно материться, а без мата описать эту игру достаточно трудно. Название этой игры Зов Гор, и, возможно, это самое лучшее название за всю историю видеоигр, потому что еще ни одна игра в мире не соответствовала своему названию, так как Я понимаю, почему он клонит. Буквально процентов 70 геймплея этой чертовой игры, ты лазишь по горам, ты карабкаешься по канатам, это до такой степени ужасно. Вот опять же, судя по всему, он дальше первой локации не прошел, потому что в игре есть стелс, в игре есть куча мини-игр, просто миллион, одно рисование вас затянет на очень долгое время, и бои, бои в VR крайне утомительны, Элой просто героиня, но есть места, когда вам нужно сражаться с четырьмя, с тремя противниками одновременно, и когда это обычные бегающие машинки, окей, с ними проблем нет, от них легко уворачиваться, когда вам попадаются летающие твари, ох, как же тяжело по ним попадать, а потом в какой-то момент вам попадется огромная машина, называется Громозев, и я минут 10 реального времени бегал вокруг нее, и это сложно, это реально, я запыхался, потому что вы стреляете с лука, и какое-то движение, вот так, вот так, вот так натянул, вот так натянул, и после 50-й стрелы рука уже не поднимается, посмотрите, это все за счет Horizon Forbidden West, то есть зов в гор, игра, драки сложные, карабканье, это медитативно, вы можете осмотреться, все вокруг, увидеть, и этого не 70%, потому что вы куда-то залезли, прошлись, опять залезли, прошлись, подрались, залезли, геймплей нормально разноображен, геймплей передать нельзя, в тот момент, когда вам покажется, что в этой игре вы постоянно лазите по горам, постоянно лазите, ползете, ваш геймплей все-таки разнообразится, кирками, кирки дадут в первые 20 минут, это произойдет очень быстро, и таких гаджетов будет немало, вам нужно будет крафтить себе различные гаджеты, опять же, 20 минут человек поиграл где-то, геймплейно потенциально у игры перспектива была, там есть боевка с роботами, где ты достаешь лук, там есть электрический лук, обычный, там всякие приблуды, опять же, вот этот бой, который он показывает, это прям вторая встреча, первая была с этим, с одноглазым, я не помню, как его зовут, а вторая, вот сразу целая толпа этих, кошкозавров, любое, и это интересно, с лука, это сложно, интересно, классный импакт, интересно с этими мобами как-то от них уворачиваться, но этого настолько мало, критически мало в этой игре, если бы то количество времени в игре, где ты ползаешь, вот столько было бы боевки, то вы бы просто, я не знаю, реально можно накачать огромные банки себе, еще раз, карабканье, это созерцательно, это отдых, потому что бой, это сложно, если бы столько было геймплея боевого, в боевке цены бы не было, это бы оттолкнуло, это просто какой-то сюр, это прикол, это пранк, я не знаю, но ты поднимаешься минут 5, просто 5 минут геймплея, ты поднимаешься, ты проходишь 2 метра, и тебе снова 5 минут надо подниматься, думаешь, ну что, с ума сошли, такое делать, абсолютно полное разочарование, потому что Horizon, в твоем обзоре, и Forbidden West, это крутая игра, это геймплей, это качественный проект, графонистая, здоровская, и я ожидал, ну явно большего, я же смотрел разные обзоры, и у меня ощущение, что блогеры дальше стартовой локации, никуда не шли, потому что, как и ты, прошел этот огромный робот, сейчас не вспомню, его у нас длинна ноги, неважно, он такой эффектный, он такой большой, все такое объемное, это правда, игра в первые пару минут, она действительно тебя восхищает, объемом, вот этой зеленью, этим, не то что размахом рельефа, а дальностью этого рельефа, да, это красиво, но за фасадом этой красоты, скрывается абсолютно унылищий, идиотский геймплей, в который неинтересно играть, у игры формально даже есть сюжет, посмотрите нормальный обзор, именно на игру, что они хотят, это до такой степени постно, скучно, неинтересно, в духе Horizon, так и должно быть, это касается многих VR игр, сюжет в них затаскивать достаточно трудно, потому что VR, это больше про эмоции, это про движение, это про спецэффекты, короче, твое внимание не особо фокусируется на сюжете, но здесь оно не фокусируется вдвойне, потому что он унылый, он скучный, персонажи какие-то обнотипные, постные, говорят как-то неинтересно, не шутят, оно вот просто, как, знаете, вареный рис, без специй, без приправ, ты просто жуешь какую-то непонятную массу. Судить про сюжет из первых 30 минут игры, это уровень Антона Логвинова, я вас поздравляю, хотя он его хейтер. С другой стороны, если быть прям честным, проблема постного сюжета касается и двух оригинальных частей, сюжет это явно не самая сильная сторона серии Horizon. Самое лучшее, что они сделали в этой игре, это механика восстановления здоровья. Ты берешь яблоко, хилишься, и знаете, как это выглядит? Другое дело. Это великолепно. Дальше будет еще одна рекламная интеграция, дальше будет еще про Resident Evil Village, который именно на PlayStation VR просто ужасно реализован. То есть, это тот же самый Resident Evil Village, но там ничего не пощупать, ни к чему не притронуться, но страшно, очень страшно. Хорроры, это просто дико страшно в VR. Знакомые места. Вот знаете, чем крутые VR-проекты? Тем, что тебя заново погружают в игры, которые ты уже играл, и дают тебе совершенно другой экспириенс, казалось бы, в том же мире, который ты уже даже прошел. О! Самое время побежать за тем, кто утащил только что коня. Объясню для тех, кто еще никогда не играл в VR, VR-гейминг — это совершенно другой тип гейминга. Абсолютно. VR-гейминг предполагает расслабление, отдых, отвлечение. VR-гейминг — это домашний аттракцион, который дает вам максимум эмоций в суперконцентрированном виде в максимально короткий срок времени. В особенности, если это какой-нибудь шутер или игра с элементами шутера, где ты двигаешься всем телом для того, чтобы управлять в этом мире, это про эмоции. Это не про то, где ты расслабляешься, поедая какую-то еду, там, играешь себе ненапряженно. Не, не про это. Из-за этого оно очень быстро надоедает, вот лично для меня. На четвертый день я начал ценить обыкновенные гейминги, где ты просто садишься на кресло, спокойно берешь геймпад и играешь. Я очень соскучился. Сильно сомневаюсь, что это четвертый день. Есть очень важное влияние на здоровье. Люди разные. И есть люди, которые могут часами проводить VR-е. Им абсолютно все равно. У них железобетонный вестибулярный аппарат. Им просто в космос пора уже с таким. И они реально часами могут там VR-чать... У меня отличное здоровье. В этом плане вообще проблем нет. Меня никогда не тошнит ни на реальном годночном треке, ни просто там в каких-то самолетах. Нет. Я с этим абсолютно стойкий и нормально себя чувствую. Но 8 кругов в Gran Turismo 7 на трассе Laguna Seca, у которой большой перепад. И я с ужасом снял шлем и было очень тошнотворное ощущение. Так что во всех остальных ни разу меня больше не тошнило, кроме как на Laguna Seca в Gran Turismo 7. Так что даже люди с идеальным здоровьем могут не выдержать такой опыт. В чате, в других каких-то играх проводить. Мне сессия 1 час, но она дается так с трудом. Я потом хочу отдохнуть. Сломбак. Выйти на улицу, подышать воздухом. Ооо. Честно, я четвертый день записываю. Нет, не настолько. Если у тебя здоровье выше средней, у тебя хотя бы просто нормальное здоровье, и ты не... То все будет нормально. Это видео параллельно играю, и я никогда так не уставал физически, как после VR. То есть я 30 тысяч шагов за день сделаю, и я не устану так, как после 2-3 часов игры на VR в день. Я не думаю, что хоть кто-нибудь сможет компанию Disney обвинить в щедрости. Однако Star Wars одна из немногих игр, которая доступна в Деван-версиле. Из многих. И возможно, это лучшая игра, которая сегодня есть на PlayStation. Чегооооо? Не знаю, что там лучшего. Графика не вау. В Horizon намного лучше. Стрельба. Вот это пью-пью. Тоже без энтузиазма в каком-нибудь Павлове. Сильно лучший импакт, отдача и вообще ощущение от стрельбы. Само попадание, в общем, именно в шутерной части. Павлов лучше. По графике лучше Horizon. Поэтому что здесь лучшего? На любителя. Очень на любителя. Во-первых, у нее потрясающее погружение в атмосферу. Графика, озвучка, персонажи, как они говорят, как это все украшено, дизайн. Для фанатов Звездных войн. Вот он показывает мини-игру. Абсолютно простейшую. В Horizon такого просто выше крыши. Главное это перестрелки. Если в обычных играх тупейший тир, он бесит, раздражает, то в VR-играх все с точностью, да наоборот, это самое интересное, что есть в играх. Но это не лучший пример хорошего шутера в VR. И даже прицел не дергается. Пошли. Пробовать. Потому что ты не тупо сидишь с геймпадиком на кресле, попердывая в него. Ты участвуешь всем телом в этом геймплее, уворачиваешься, прыгаешь, нагибаешься, выглядываешь из-за укрытия. Меня уже в сон потянуло к этому геймплею на экране, а играть это еще не интереснее. Простые мобы в самом начале игры его уже разматывают. Понимаете уровень скилла? В VR становится тем самым крутейшим домашним аттракционом. И именно в эти моменты ты понимаешь, вот ради чего я эту штуку купил. Вы прекрасно знаете мое отношение к Call of Duty, но если бы она вышла в VR, я не представляю, как бы это было. Не выйдет. Я вообще молчу. Тем более. Наивесомнейший темпой. Здесь прям как в ковре надо стрелять чуть ниже прицела. Потому что разброс. Он первый раз видит игру, он выкинул автомат. Он даже с управлением не разобрался. Серьезно. А что там с пикантной индустрией? Думаю, у многих стоит этот вопрос. Мешно. Мешно, да. Когда я делал обзоры на PlayStation VR 1 и на Vive Cosmos, я поднимал этот вопрос в своих роликах. Боюсь, что он скажет чего-то лишнего, поэтому давайте в двух словах. На PlayStation 5 нет браузера. То есть огромный пласт этого самого пикантного контента пройдет мимо вас. Просто напрочь. PlayStation VR 2 скорее всего не для этого. Но проигрыватели, или точнее сервисы, которыми можно воспроизвести такие видео есть на PlayStation 5. но пока что именно VR контент эти проигрыватели не поддерживают. Поэтому пока что пикантный контент проходит мимо PlayStation VR 2. PS VR 2. Поэтому держим руку на пульсе событий в надежде скоро держать руку уже в другом месте. Я всегда был с вами честен и честно скажу сейчас, как только это видео выйдет на YouTube, сразу же этот шлем возвращается в магазин. Ага. Ясно. То есть это обзор на штуку, которую ему не заслали, а которую он типа купил сам. Вот поэтому вы видите тут якобы объективное мнение. Выйдет какой-нибудь крутой, интересный проект. Я там не знаю, Last of Us в VRе, к примеру. Например, сейчас ляпнул, там пальцем в небо ткнул, а реально такая игра выйдет. Ну или там GTA VR, или еще какой-то крупный проект VR. Я пойду куплю обратно. Сейчас, в ближайшие полгода, год, я не наблюдаю перспективы, что выйдет. В этом месяце выходят две игры. Это Saints of Sinner, то есть по The Walking Dead. И это крупная игра, довольно высокобюджетная, с каким-то там сюжетом, с открытым миром и с возможностью порубать зомби просто в капусту. Обещают прям сильно круче, чем первая часть. И вторая это рельсовый шутер по Dark Pictures. И тоже для любителей хорроров первая часть была просто отличная. Вторая часть, надеюсь, будет не хуже, но она очень страшная. поэтому две игры выходят в этом месяце и Sony дальше будет это поддерживать. Ты сам говоришь о том, что Sony вписалась в это все. чтобы я хотел бы долго поиграть и за что я хотел бы заплатить 700 долларов с учетом покупки игр. Мой вам совет, если вы хотите VR гейминга, ну, да простят меня фанаты PlayStation, но мой вам совет, купите себе ПК с нормальным VR, который вам даст огромную библиотеку без... Да, серьезно. Если вы хотите прям полное погружение в VR, если вы не хотите тратить на это много денег и у вас уже есть нормальный компьютер, то Пика 4 или Квест 2 в самом крайнем случае там, по секрету вам скажу, большую часть игр можно будет пройти абсолютно бесплатно. Это недорого, это более-менее нормально по качеству, поэтому если вы не хотите тратиться и вам плевать на эксклюзивы Sony и вот это вот удобство, а именно PlayStation VR 2 это удобно, ты просто вставил шнур и поехал. Не нужно ничего устанавливать, не нужны никакие дополнительные программы, вообще ни с чем запорачиваться, не нужно. Ты просто пришел, поиграл, положил его обратно на полку. Вот в этом плане эта штука очень удобная. Платных игр, а если и платных, то существенно дешевле, чем те цены, которые мы сегодня видим в PlayStation Store. Потому что, когда я увидел за вот эту мультяшную чепуху прайс тысячи гривен, ну, это высказанное мнение имеет срок годности, потому что через полгода, год, на этот PlayStation VR может выйти целая охапка крутых игр, цены на игры могут снизиться, на старые имею ввиду, будут добавлять игры в PlayStation Plus, а их стрессы будут добавлять. Однозначно. И PlayStation VR будет выгодный, интересный и не будет пылиться, как он, ну, он обречен пылиться сейчас, потому что игр просто нет. Уже две недели, видео подошло к концу, уже, сколько у меня, больше двух недель, и я каждый день запускаю его на час. У меня нет проблемы с зарядом геймпадов, у меня есть во что поиграть, мне интересно играть, меня не подводит здоровье, кроме одного раза на Лагуна Секи в Гранд Туризма 7. Поэтому, вы все видели сами, он ошибся, недосказал и просто слукавил просто в куче моментов. Этипедия, технообзоры, это прям не твое, за год ты разучился их делать. Опять же, все это понятно, все причины ясны и судить его мне лично не за что. Обзор все еще был интересный, хоть и нашел я здесь просто целую кучу косяков, посмотрел вначале первые две минуты и уже стало понятно, что это будет трэш. И так оно, собственно, и вышло. Вы все видели, надеюсь, вам было интересно провести со мной это время. Пишите, что думаете вы, насколько вам нравится Этипедия и его обзоры. Я же с вами на этом не прощаюсь. Не забывайте ставить комменты, писать лайки и до самых скорых встреч!